Туча на небе темна. Первый снаряд разорвался вдали. Так начиналась война. 22 июня по воинам, погибшим в самые первые дни Великой Отечественной войны, скорбело даже небо. Несмотря на дождь, на митинги в Парк труда и победы собрались представители всех поколений салдинцев. Ветераны труда, представители военного комиссариата, полиции, образования, корпорации ВСМПО АВИСМА и городской администрации. И мы с вами помним о подвигах наших земляков, помним, какой ценой досталось нам мирное небо над головой. И всегда чтим память героев, добывших в бою победу и мирное небо для нашей с вами отчизны. Хочется вспомнить слова песни. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Каждая семья имеет либо деда, прадеда, сына, мужа, которые погибли на войне, либо были участниками войны. Из поколения в поколение семьи переносят реликвии, рассказывают о героях, о медалях, об отваге. Это история наша, это история семьи, это история нашей Родины. Хочу сказать огромное спасибо тем салдинцам, которые ведут поисковую работу, которые помогают поднять останки воинов, собрать ту историческую правду, которая есть о наших салдинских героях. Огромное им за это спасибо. Спасибо тем, кто несет эту правду в школу и рассказывает о подвигах наших героев. На траурном митинге салдинцы узнали имя еще одного героя, который спустя 76 лет вернулся на родную землю. Капсулу с землей с могилы салдинского бойца, военного летчика Николая Трофимовича Еловских, в верхнюю салду из Молдовы доставил лично председатель Молдороссийской общественной организации «Мемориум» Степан Тулбур. Еловских навечно остался лежать в селе Скуляны Унгенского района Республики Молдова на сельском кладбище, там он похоронен. Мы побывали на местах падения бомбардировщика, советского бомбардировщика. Нашли ребятишек, которые с ужасом следили за падающим самолетом. К сожалению, спасти не удалось. Крестьяне похоронили летчика, героя, который отдал свою жизнь за победу, но, к сожалению, до нее не дожил. Разрешите, мы взяли урну с землей с могилы и разрешите через 76 лет передавать эту землю вам. Вам, землякам, героям. В Салде поиском родственников погибшего летчика занималась председатель филиала областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа Юлия Зарихина. Информация о Николае Еловских прошла во всех городских средствах массовой информации, но, увы, пока безрезультатна. Сложность поиска родственников заключается в том, что, скорее всего, он был не женат, потому что похоронка выписана на отца, даже, я думаю, отчима, потому что имя тоже Николай у представителя, на чье имя было отправлено похоронное извещение. Поэтому у него, скорее всего, могут быть внучатые племянники, но искать надо фамилию Еловских, она звучит у нас в городе. Я сожалею только об одном, что не было представителей православия. Это вот настолько свято и глубоко, вы поймите, вернулся боец домой. Вот заплакать родному некому, понимаете, а он захотел, и он вернулся, и вот эту историю сделали люди. Хранить память о войне, самой кровопролитной в истории человечества, долг всех будущих поколений. Митинг завершился традиционной минутой молчания. Под звуки заводской сирены салдинцы возложили цветы к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны и на плиты, где отпечатаны их фамилии. Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины, над шею башен и полей, и у берез и тополей. Сразу после памятного митинга гость из Молдавии Степан Тулбур отправился в Нижнюю Салду, куда он также привез капсулу с землей с могилы солдата Владимира Сдобнякова. Его могила находится в Словакии. Капсула, по словам поисковиков, была подхоронена к могиле матери солдата.